Ребята, всем доброе утро. Сейчас мы собираемся, едем в Галалты. Очень долго думали, куда поехать, так как у нас сегодня только один день. Воскресенье, и я подумал, ну, наверное, в Галалты или в ХЗ, потому что другие районы у нас далекие. А вот Галалты и ХЗ такие прям настоящие кавказские горы. Поведем, покажем. Думаю, будет интересно. Мы проехали только что Бешбармак. Мы с Тёмой, с мамой спали, потому что слишком рано встали. Это там почти, ну, 6 часов утра. И будем ехать в Галалты, хотим подняться туда, на самый верх. У нас было видео. Кто не видел, посмотрите, мы оставим ссылку в описании под видео. В общем, погода супер, очень тепло. Там тоже обещали, смотрели прогноз погоды. Будет 27 градусов. Подняться. Сколько там? Километр? Километр надо подниматься. Угу. Не, нормально. Сумочки закрывайте. Сейчас, давай через сюда припаркуем. Да, мы припарковали машину. Там отель Галалты известный. А мы поднимемся на Галу. Аж туда. Так, мы уже поднимаемся. Мой рюкзак, наша команда идёт сзади. Пока ещё будут рейсти. Да, мы ещё только начали подниматься. И Рончик снимает сториз на Инстаграме. Сейчас внизу будет наш Инстаграмчик. Обязательно подписывайтесь. Здесь всё в реальном времени выкладывается. А мы идём дальше. Нашёл такой фрукт. Называется Асгиль. Он созревает в начале зимы или в конце осени. Пока маленький, но такой кисненький. Вот такой вот. Очень вкусный. Родители поднимаются. Правда уже устали. Но я думаю осталось чуть-чуть ещё. Кстати, на машине, чтобы подняться, просят 20 монат. Это чуть больше километра получается, но такие вот тут цены. Он сказал нам, что 5 километров набился. Он сказал 5 километров, хотя вот мы идём. Ну, видимо машина дорога долгая, но я на своей машине поднимался. Минут 15 мы поднимаемся. Я не думаю, что там 5 километров. Максимум 2 километра. Если видите, ещё поднимаются. Там родители еды. Еда. Молодцы, конечно. Очень сложно подниматься, ребята. Больше километра подъём. Мы уже, ну почти час. Минут 50 мы уже поднимаемся. Подъём, конечно, сложный. Но оно того стоит. Очень красиво. Такой вот лес. Тёмыч. О, Илька. Илька зовёт помощь. Сос. Вот такая красота. Свежий воздух. Наконец-то, ребята, наконец-то поднялись. Фу, это ужас. И смотрите, что мы нашли. Получается, тут вели раскопки. Оказывается, тут была такая вот, ну типа, что комнаты или помещение. Здесь тоже есть такое помещение. В общем, все очень устали. Тут ведутся ремонтные работы, вот. Не пускали нас, но мы... С двериными тропами. Да, да, да. На дороге. Всё, спускаемся. Тут такая вот реставрация проходит. И вот такие вот лесники здесь сделали. Ну чё, молодцы. Будет удобно, комфортно. Всё, сейчас идём идти обедать, да? Да, сейчас обедать идём. Мы сейчас зашли в кафе тут, в лесу. Это кафе друга Нурико. Пьём самоварный чай, сейчас покушаем. Мы взяли с собой кебаб. Кафе находится прямо у скалы, нет. У Галы. У Галы. Да. У подножия крепости. У подножия крепости. Тоже заходить тут всё очень вкусно. Да, тут так. И недорого. Вот так люди сидят, отдыхают. В общем, да, мы уже спускаемся. Мы пешком опять спустились. Вот там вот Галайси, вы видите. Кстати говоря, прикольная деревня. Мне тут нравится. Правда, людей вообще нет. Как будто мы только тут сами. Вот. Как тебе, Ирончик, спуск был? Хороший. Хороший? Дорогу чуть-чуть почистили, да? Выровняли. Угу. Кстати, да, дорогу выровняли. Я помню, когда сюда на машине поднимались, было очень-очень тяжело. И было как-то жалко машину. А тут... Оказывается, дорога... В эту деревню пойдём за машиной, да? Да. А машина вот наша вот там вот, возле отеля. А, блин. Я, кстати, сейчас могу быстро поехать, пойти и машину сюда привезти, если хотите. Да. Мы решили по пути заехать в Галалты, Муали, Джави, Булавы. Это, получается, лечебная вода. Да. На вкус как вот нефть. Вот что-то такое есть. Да, такой привкус. Привкус. Даже что-то типа сероводорода отдалённо где-то там. Ну... Чем-то привкус есть какой-то такой. Зачем? Нормально. Ну, все говорят, типа, что это лечебная вода. Типа, люди, кто здесь живут. Здесь, конечно, был пансионат. Вот лечились именно этой водой. Не знаю, насколько это правда, но очень многие пьют, верят, что оно реально лечит. Там что-то с почками говорили, какие-то болезни оно лечит. Ну, наберём, да, бутылочки. Сейчас наберём, да. И тоже попробуем. Тут людище. Наверное, не надо будет прочитать. Скорее всего, пансионат, который большой, красивый, наверное, в список есть, предоставление медицинских услуг и, наверное, расписанная вода 100%. Ну да. Ребята, всем привет. Вышли сейчас погулять в этом аллее шахидов. Посмотрели. Да, хотим посмотреть. Рассказали родителям вообще про 20 января. Они, кстати говоря, не знали. То есть вообще многие не знают. Я вот тоже, когда друзьям в Киеве, там, в Крыму рассказал, тоже никто об этом не знал. Хотя странно. Потому что это не оглашалось. Да, да. Поэтому. Иностранцы. Ну вот, видишь, вот, первое. Вот, видите, вот первое. Да. Смотришь, аж волосы дыбом встают. То есть это мирные жители просто. Люди, которые вышли, получается, в город, да, посмотреть. На солдатов. Так как думали, что праздник какой-то. И... Горбачёв заставил, чтоб всех постреляли. Ну, как вам, ребята, качество блога? В темноте, в ночное время. Сейчас вообще темно. Вы как можете видеть. Видно нас хорошо. Если бы мы сейчас снимаем его на телефон, это было, наверное, ужас. Да? Угу. Вот так вот. Но есть такая проблема, что наш компьютер и наша программа для монтажа, она вообще не может осилить качество этой камеры. Да, поэтому пока что мы в 4К не будем снимать. А так чуть-чуть слабее. Мне кажется, если мы ещё в 4К будем, то наш интернет будет сто лет грузить. Да, да. То есть мы вот этот влог грузили... Четыре часа. Четыре часа грузили. Обычно мы грузим там час, полтора часа максимум. А тут четыре часа всего один влог грузили. Вот. И я еле-еле монтировал, так как там всё лагало. Мы сели в кафе. Получается, это чай Багы 147. По-моему, дарь, как назвать? 145. 145. Вот. Заказали чайный ассорти. У нас тут пахлава, шакербура, варенье из каштана, варенье из... Как называется? Зейтун. Фисташки, орешки. В общем, всё очень вкусно. Да. Ну, а те, кто знает, получается, это кафешка находится прямо на бане. Возле Галата. Возле, возле девичьей башни, да. Такое аутентичное место считается. Кстати, мы здесь уже второй раз, и тут дают, наверное, самый вкусный кальян, да, по-моему, в городе. Вкуснее мы ещё не пробовали, на самом деле. Всё так, знаешь, по-чуть-чуть, чтобы это было вкусно, надо по-чуть-чуть. Надо как-то на камеру ставить? И всё так. Ребята, спасибо большое всем, кто пишет нам комментарии, ставит нам лайки, подписывается, нам это всё очень приятно. Мы на все комментарии отвечаем, абсолютно на все. Очень часто бывает, когда мы пишем ответ на комментарий, но почему-то он не появляется. Это связано с YouTube, видимо, он воспринимает это как спам. Так как мы пишем очень много, большое спасибо, там спасибо, просто какие-то смайлики. И так как повторяются комментарии, он думает, что это спам, поэтому не выкладывает. Это очень странно, на самом деле. Я буду с вами прощаться, ребята, всем пока.